Ни баба. Мама хао? Хао ма да ухан хао. Любовь к восточным языкам у Анастасии возникла еще в детстве. Сначала привлекали аниме, потом заинтересовалась и культурой. А теперь и вовсе хочет покинуть родину. Я хочу жить в Корее и в целом хочу вести более открытую жизнь без языкового барьера. Испытывать больше эмоций, больше знаний. Менталитет, я думаю, как будто я нашла то, что я искала в жизни именно в этой истории, в культуре. Кроме корейского, девушка изучает китайский и английский. Говорит, последний самый сложный. А вот студентке лингвистического института труднее всего дается китайский. Его девушка начала учить второй раз. Первая попытка не увенчалась успехом, сдалась. Китайский – это очень сложный язык. Он вообще не похож ни на английский, ни на немецкий. Это другая группа языков. И очень много усилий нужно приложить для того, чтобы запомнить иероглифы, как правильно они читаются, что ты должен, как это все говорить. Сложный язык, сложно дается. Поэтому я, наверное, на втором курсе сначала сдалась, а теперь заново это начинаю. Но очень интересно. Елизавета признается, знания восточных языков на сегодняшний день открывают большие перспективы в плане работы, чего не скажешь о европейских. Например, французский сейчас переживает кризис. Мы набирали по три группы студентов, изучавших французский язык как первый иностранный. И мы брали студентов, абитуриентов, которые приходили из школ уже со знанием французского языка. Сейчас мы набираем две группы. То есть одну бюджетную группу, одну внебюджетную. И это студенты, которые изучают не только французский язык. Мы берем и с ЕГЭ по английскому языку. Поэтому я могу уже так констатировать, что интерес меньше. Такая тенденция, по словам преподавателей, связана с уровнем жизни Востока. Привлекают высокие зарплаты. В ближайшем выпуске мы расскажем о самом популярном языковом выборе барнаульцев, а также о тех, кто благодаря этому выбору полностью изменил свою жизнь. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком.